Время новостей на городском телеканале в студии Анны Егоршина. Добрый вечер. В ближайшие минуты о самых важных событиях к этому часу, но прежде коротко о главном. Школы ждут приемные экзамены. Безопасное обучение – это залог того, что дети будут с удовольствием ходить в школу. Заканчивается подготовка риотовских школ к 1 сентября. Все работы под прицелом. У нас с вами ждет большая работа по цифровке и внедрению системы СКПД для контроля за работами по содержанию. В Риотове запускают информационную систему контроля работ во дворах. И всем здорового сердца. Мероприятие состоит из цикла лекций, которые посвящены заболеваниям сердца, сосудов, а также методам профилактики возникновения основных заболеваний сердца и сосудов. В Центральном парке Риотова продолжится курс лекций известного врача-кардиолога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Приемная комиссия, состоящая из представителей городских служб, проверила соответствие данных объектов всем стандартам. К проверяющим присоединился глава Риотова Станислав Катаров. Подробности вы узнаете из материала наших корреспондентов. Готовность первой школы к новому учебному сезону проверяет лично глава Риотова Станислав Катаров. Градоначальник смотрит благоустройство пришкольной территории, состояние футбольного поля, кабинетов и помещений, но главное внимание системе безопасности. Безопасное обучение это прежде всего, это залог того, что дети будут с удовольствием уходить в школу, уходить из школы с удовольствием. Соответственно здесь мы в рамках проверок обязательно смотрим наличие видеонаблюдения и его работоспособность, наличие пожарной охраны и работоспособность датчиков, соответственно, обученность персонала, охранников, чтобы они правильно и четко следовали инструкциям. Замечаний по приемке первой школы нет, ремонтные работы здесь выполнены в срок, а в учебные классы уже поступили новые парты и стулья, обновили и техническую базу. На сегодня у нас куплено 110 стульев для учащихся первых классов, мы ждали эти поставки середины прошлого учебного года, ну или с начала календарного 19-го года. Мы закупили 48 пар для наших детей новых, это то, что есть уже у нас в школе, вы могли видеть, на втором этаже у нас уже идет сборка этой мебели. До конца августа приемная комиссия, где в числе проверяющих пожарные, медики, сотрудники полиции заглянет в каждое реутовское учреждение образования. Смотреть будут абсолютно все, чтобы к первому сентября готовность к встрече с учениками и педагогами была стопроцентной. Сергей Щербаков, Дарья Агалакова, Александр Попов, телеканал «Реутов». За ремонтными работами во дворах и благоустройством теперь в Реутове будет следить специальная информационная система. Обучающий семинар для сотрудников управляющих компаний и подрядных организаций сегодня прошел в администрации города. Эксперты Министерства благоустройства Московской области объясняли, как вести учет и контроль работ, которые необходимо сделать. Прежде такая система была опробована для выявления ям во дворах. Все они были занесены в специальный реестр, а затем назначены сроки устранения. Теперь дошло дело до всех работ на дворовых территориях. Концепция разрабатывается с 2016 года и является частью общей системы, входящей в центр управления регионом. Теперь все проблемные точки будут внесены в специальный реестр, а руководители муниципалитетов и регионы смогут контролировать ход выполнения работ и быстрее реагировать на проблемы. На компьютере есть веб-версия, которая позволяет создавать задания в дополнительном объеме. Возможно, не было планового задания, но этот объем работ необходимо выполнить. Также она позволяет строить аналитику, ту самую отчетность, когда руководитель любого уровня, подключенный в систему, будь то заместитель главы по ЖКХ, либо благоустройству, будь то глава для контроля своих же сотрудников, и в том числе мы, как куратор Министерства благоустройства, ну и вплоть до губернатора. То есть любой желающий руководитель увидит срез полноценный в онлайн-режиме тех работ, которые выполнялись, либо должны быть выполнены. В новую систему уже внесены специальные формуляры по всем дворам города. Туда же занесен перечень всех видов основных работ, которые должны выполнить управляющие компании и подрядные организации. Заявки от жителей также будут оперативно вноситься в систему. На Риотовской эстакаде, которая соединит Носовихинское и Горьковское шоссе, начались работы по стыковке с подъездными путями. Сегодня на стройку приезжали Станислав Катров и Игорь Брынсалов. На объекте сейчас трудятся десятки рабочих, а 2 августа они приступили и к реконструкции улицы Транспортная. Для нас это принципиально важный момент, чтобы наши жители при съезде с хорошей эстакадой там дальше не стояли, а могли спокойно ехать по хорошему новому качественному асфальту и абсолютно просто выезжать на Горьковку и соответственно точно так же просто переезжать на Носовиху с Горьковки, если они едут. Ходом работ городоначальника председатель Мособлдумы остались довольны. Все технологические нормы, по их словам, соблюдаются строго. Самое главное, что те обязательства, которые на себя брали строители по качеству работы, по срокам они сегодня выполняются. Мы еще раз убедились. Запустить эстакаду планируется к сентябрю и пока планам строителей ничего не мешает, даже погода. Прямо сейчас обзор самых важных событий региона, а затем вновь городским темам. Более 20 тысяч проектов представлено на губернаторскую премию «Наше Подмосковье». Прием заявок окончен. 12 августа начнется следующий этап конкурса – презентация проектов в муниципалитетах и Доме правительства Московской области. Он продлится до 20 сентября. Всего в этом году будет выдано 1000 премий по 180 тысяч рублей. Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым для поддержки социальных инициатив жителей региона. Жители Подмосковья стали реже брать ипотеку. По данным Центрального банка России, за первое полугодие 2019 года количество ипотечных жилищных кредитов сократилось на 6%. При этом общая сумма кредитов выросла на 4,5% и составила почти 284 миллиарда рублей. Средний срок ипотечного кредитования в Московской области – 18 лет 4 месяца. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Мухтасарова. По ее словам, увеличение времени работы позволит сократить время ожиданий исследований на МРТ с 12 до 3-4 дней. С выше тысячи подъездов жилых домов в Реутове до конца года будут оснащены камерами круглосуточного видеонаблюдения. Их подключат к системе «Безопасный регион». Характеристики камер полностью соответствуют рекомендациям Главного управления региональной безопасности Московской области, сообщил глава городского округа Станислав Катаров. Кроме того, по проекту «Безопасный регион» камерами оборудуют парки, скверы и городские улицы. Все данные с камер в режиме реального времени получают сотрудники оперативных служб, а также отдел мониторинга Реутовского подразделения Центра управления регионом. Раньше все коммунальные отходы без разбора сбрасывали в один контейнер и везли на полигон. Но уже сегодня жители Подмосковья переходят на раздельный сбор отходов. Во дворе установят два контейнера – синий и серый. Теперь в синий бак выбрасываем стекло, пластик, бумагу и металл, а в серый – остатки пищи и другие мокрые отходы. Отходы из разных баков специальные мусоровозы региональных операторов увезут на заводы по переработке. Два бака – одно чистое Подмосковье. Возвращаемся к нашему выпуску новостей. Цикл лекций «Здоровое сердце» продолжится в Реутве. Каждую субботу в Центральном парке и на Фабричном пруду лекции на тему «Как сберечь сердце» проводит практикующий врач-хирург Михаил Черняев. Горожанам рассказывают о профилактике наиболее распространенных заболеваний сердца и сосудах, о современных методах лечения таких заболеваний, как инфаркты миокарда и инсульт. Полезны эти лекции будут не только людям пожилого возраста, но и молодым. Ведь беречь сердце надо всю жизнь, считает Михаил Черняев. Вне зависимости от того, смог ли посетить Реутовчанин все наши лекции или смог прийти на какую-то одну лекцию, он по единообразию, по подобию сможет сделать для себя какое-то заключение, как ему вести здоровый образ жизни, как ему профилактировать развитие или заболевания, или его осложнения, ну или просто как остаться здоровым. С проектом «Здоровое сердце» Михаил Черняев участвует в губернаторской премии «Наша Подмосковья» в номинации «Прорыв». Цель проекта «Формирование здорового образа жизни» и ближайшая лекция про здоровое сердце состоится 17 августа в 6 часов вечера в Центральном парке. И вот еще один сюжет на медицинскую тему. Не так давно на личном приеме у главы Станислава Катарова жительница Реутова выразила благодарность врачам Центральной городской больницы. Они спасли жизнь женщины. Наш корреспондент Елизавета Черняева побывала в гостях у главного врача, чтобы выяснить, часто ли пациенты говорят врачам простое слово «спасибо». Слова благодарности от пациентов в Центральной городской больнице далеко не редкость. Главный врач, который, кстати, недавно заступил на свою должность, гордится тем, что коллектив состоит именно из таких профессионалов с большой буквы. Я работаю в этой должности 4 месяца. Уже когда пришел сюда на работу, на должность, я обратил внимание, что коллектив Реутовской Центральной городской клинической больницы состоит из очень квалифицированных врачей. Они разных специальностей. Здесь очень маститые хирурги, кардиологи, терапевты, неврологи. Здесь приятно работать со специалистами. Пациентка, что выразила благодарность главе города, в прошлом году обратилась в больницу с последствиями химического инсульта. После нарушения мозгового кровообращения ее беспокоили регулярная слабость в теле и головокружение. Врач Елена Антоненко, невролог с большим опытом, взяла больную под свое наблюдение. И после двух месяцев лечения здоровье пациентки значительно улучшилось. Тут очень много врачей, стационарей, в поликлинике, к которым пациенты идут именно на имя. Очень много идет к ортопедам, к хирургам, к кардиологам. А в наш сосудистый центр, где спасают людей от инфаркта, у них порядка 12% пациентов от общего числа, или почти половина от числа людей с инфарктом миокарда, с других городов. Вот это территориальное управление номер два. То есть Балашиха, Железнодорожный, Королев, Ногинска, если правильно говорю. Которым спасают жизнь реально ежедневно 2-3 человека с инфарктами миокарда. На сердечно-сосудистые заболевания в нашей стране приходится около половины всех случаев гибели людей. Порядка миллионов в год. Поэтому, конечно, нет цены тем врачам, что регулярно спасают наши жизни. И за это им спасибо от всего города. Елизавета Черняева, Алексей Золотарев, телеканал Реутов. И в завершении выпуска коротко о погоде на завтра. Придет долгожданное потепление, обещают нам синоптики Гесметио. Утром без осадков и плюс 12, но уже к обеду воздух прогреется до 21 градуса. Вечером возможен только небольшой дождь и плюс 17. Ночью дождь, но тепло около 19 градусов выше нуля. К этому часу у меня вся информация. И осталось напомнить, если у вас есть новости, расскажите нам о них по телефону редакции 791-8802. Также сообщения можно прислать на наш электронный адрес товариотовсобака.gmail.com На этом все. Увидимся в следующих выпусках новостей.